здравствуйте меня зовут ольга мне 28 лет у меня такая ситуация я всегда выбираю мужчин которые не свободны последние два года у меня женатый мужчина мой бывший муж был женат на момент знакомства банальный пример что знакомились с молодыми людьми там 18-19 лет у него никого не было мне он не нравился спустя там год-два у него появлялась девушка мы где-то встречались у меня начинали к нему какие-то прямо чувства вспыхивали как с этой моделью быть скажите пожалуйста подождите у вас была какая проблема не хватало родителей в детстве мама с папой работали вы были на пятерневке вы были у меня они были другом городе а что что было с не так с родителями чтобы вам потом нравились те которые не свободны но у меня отец ушел из семьи когда мне было 13 лет но просто сколько я видела как было отношения в родителей если видел что мама несчастна то есть она любит папу но на все так выглядела даже вот какие-то банальные видеозаписи которые остались там праздник еще что-то папа цветущий папа красивый папа жизнерадостный мама всегда как вы говорите сутулая не накрашенная и какая-то подавленная отношения с мамой и папой я живу с мамой сейчас поскольку рассталась с мужем папа у меня у него другая семья ребенок но я с ним общаюсь то есть я же к нему в гости с тем у вас ближе отношения с мамой почему папа штакой весь цветущий хороший что с ним не так не знаю мне кажется с ним все так он будет прекрасно вы можете сказать что вам его не хватало только как отца да да могу вот в этом как был михао сергеевич собака порыта отдать уже спасибо вам и мы с вами сейчас поговорим что такое невезет и как с этим бороться но понятно из разговора что такая история бывает что папа кстати есть дома и кстати мужчина здесь вообще ни при чем если вы жили только с мамой например на мама была для вас недоступна например она вообще вас дала бабушки или там и ходили какой-нибудь интернат и так далее то вот это ощущение что я люблю слушать снимает от человека а его рядом нету и я страдаю потому что его рядом нету это такое абсолютно детское ощущение дальше она имеет продолжение когда вы вырастаете вы начинаете любить людей которые не могут быть с вами один из самых ярких примеров это знаменитый фильм ни разу не смешной теперь как я понимаю с легким паром когда убитый горем барбары брыльска болташ на 10 лет потратила на женатого помните да искал 6 тех пор ненавижу праздники но это еще пол беды при наличии нормального жениха кстати внешне но это если бы там фильм на это кино до реальной жизни яковлев то по краю покрашена будет чем этот какого лукашина господи актер мехов до который вообще был лысый собственно сейчас лысый арякуле был такой мальчик все-таки но я не надо чтобы не был жених 5 какая проблема вот что такое хорошая драматургия очень жизненно ей надо чтобы это был залетный мужик из другого города у которого есть невеста но считаете жена без пяти минут да вот она такое любит понимаете меня это большая проблема почему это выработанная психика то есть она у вас уже заточена под это есть такой в питере живущий выдающийся я бы сказал популяризатор науки о мозге вы знаете черниговской да она у нас тоже москве читает лекции на одной из лекций она сказала что мост принимает решение на 30 секунд раньше чего его формулируете это решение то есть мозг уже сформировано в детстве и ваши мужчины это на автомате мост считывает ситуацию как аналог детский понимаете вот нет у меня как бы папа есть это есть такая любимая шутка поговорка висит груша нельзя скушать дальше такое это груша повесилась как бы он у меня есть то я не могу воспользоваться потому что он не мой жан за своим не своей жизнь а потом он вообще ушел от того не вообще своя семья и так далее и меня поэтому привлекает те люди которые реально не могла быть самой я к таким привыкла почему тоже для меня любовь это определенного рода еще и страдания это переживание от того что он и перс женатый хотя вам удалось добиться и этот женатый стал бы ненадолго так понимаю вы тоже развелись а до разлука была безлика это свидание было без любви разлука будет без печали теперь как эта проблема решить очень просто вы имеете полное право и все люди на свете могут сошли случайно влюбиться не в того женатого мужчины могут влюбиться в замужнюю женщину а покойный фрейд шутил и говорил что если вы любите женатого то вы не с ним как говорится сексом занимаетесь а пытаясь выяснить отношения с его мужем или женой вот он видимо тоже не был лишен чувства юмора ты код вы можете сказать старик я тебя люблю как родного ты как разведешься звание надолго не пропадай но не тени и все то есть что я хочу сказать а люди могут вот там случайно в кого-то влюбиться человек понравился да хотя когда психика уже меняется да она вы уже не можете если честно не можете влюбиться вот я могу сказать при себе я когда был юным я тоже интересовали замужней женщины вообще пофига было забор на милине а потом резко перестали писать вообще-то не интересно то есть у меня это не может быть потому что мне заранее уже не интересны понимаете не смысле я такой прямо идейный или принципиально нет я не принципиально не идейный у меня психика другая уже но вы только начали жить может после этой лекции жизнь реально изменится для начала простую вещь влюбляетесь вас сейчас есть отношения с женатым все старик разводить пиши пока это его проекта дальше уже ваш выбор он он молоде он сказал что хочет теперь ваш выход у вас есть два варианта знаете кто бои правила читал поднимите руки но хотя бы пол зала знает третье правило иметь небольшую сноску когда вы говорите сразу что вам не нравится то чек говорит а я не собираюсь к эти семьи дальше вас есть два варианта ли вам уже все нравится или до свидания что такое невротические отношения когда вам не нравится но и не до свидания понимаете когда вы правой рукой жмете на газ а левый на тормоз пока вы молода и у вас такие романы это ничего а с возрастом это может привести к психосоматическим заболеваниям гастрит панкреатит кардиологический и шимический болезнь сердца и так дальше потому что организм не может находиться в состоянии постоянного стресса а вы ничего не делаете вы и не уходите и ситуацию не принимаете понимаете а вам надо принять для себя решение или вы обожаете женатых вообще мечтаете всю жизнь прожить около чужой семьи знать как вас арманских странах если женщина девочка замуж не выходит она в ней никогда секса не будет жизненно и когда с мужчинами встретиться на все же не будет опекать племянников и жизнь с родителями пока ты не умрут поэтому это хотя тройте все замуж мы слабо живем в городе питере у нас такой проблемы нету и холостых мужчин коля дать сколько примерно около вот так 3 3 2 миллиарда человек это надо так угодить чтоб сразу же работа подумайте об этом